Добрый вечер. Август стал грустным месяцем для алтайских городоначальников. Игорь Савинцев в Бурнаул ушел в отставку по состоянию здоровья, но проблема у многих других его коллег. Что же за рок такой злой тяготеет над ними? Обсудим. Но сначала о том, что мы узнали на уходящей неделе. Деньги посчитаем, личные и казенные. 18-ю и 19-ю строчку в рейтинге самых богатых женщин России занимают Алла и Галина Ракшины, дочь и жена Александра Ракшина. Они совладелицы торговой сети Мария Ра. Состояние каждое оценено в 125 миллионов долларов. За первые шесть месяцев 2015 года объем строительных работ на территории региона снизился на 10%. Общая сумма убытков алтайских строителей выросла до 117 миллионов рублей. Объявлен конкурс на завершение реконструкции здания художественного музея в Барнауле. Стоимость контракта составляет 603 миллиона рублей. Реконструкция должна завершиться в 2017 году. Напомню, Мария Ра семейный бизнес, кроме Александра Ракшина, а его состояние оценивается в 500 миллионов долларов, совладельцем является жена и дети, и не только Алла, но и брат Евгений. Говорил не раз, повторю еще, вот как не относиться к Марии Ра, качеству обслуживания и так далее. Но сегодня это по многим параметрам самый крупный бизнес края. И единственный, кто осуществил торговую экспансию в сопредельные регионы. Чаще, как мы видим, бывает ровно наоборот. Так что ответ на вопрос, что же нам делать с этой информацией, просто гордиться будем нашими землячками. Ну и главной теме. Игорь Савинцев, отработавший барнаульским ситименеджером неполные пять лет, ушел в отставку по состоянию здоровья. По словам Игоря Григорьевича, у него проблемы с давлением. Я не хочу, чтобы состояние моего здоровья влияло на судьбу барнаульцев, заявил Савинцев в интервью агентству полиции БРУ. В отношении Савинцева, а также его сына, расследуются уголовные дела. Ну вот много есть странного, на мой взгляд, в уголовных делах против обоих Савинцевых. Но это, конечно, отдельная тема. А сейчас скажу, лично мне жаль, что все обернулось так. Савинцев был неплохим, по моей оценке, главой администрации города. Между прочим, и горожане, как мне кажется, в основной массе к правлению Савинцева особых претензий не имеют. Да, многие проблемы за эти годы не были решены или усугубились, но много это было и сделано. И уж точно все понимают, отставка Игоря Григорьевича никак не связана с тем, хорошо или плохо он выполнял свои обязанности. Уголовные дела сегодня расследуются в отношении Владимира Ларионова, Рубцовск, Александра Кулика, Камень-Наби. Нина Мартынова, Яровое, уголовное дело, в отношении которой завершилась амнистия, подала в отставку также по состоянию здоровья. На недавней пресс-конференции представители Следственного комитета так и спросили, нет ли какой компанищин в отношении глав администрации. Правоохранители, конечно, все отрицают. Тут есть два фактора. С одной стороны, торжественное наказание младших начальников является надежным фактором повышения авторитета начальников старших. Народ, а наш, может быть, особенно любит публичные экзекуции. Чем меньше мер экономического управления в условиях кризиса, например, тем выше ценность мер репрессивных. С другой стороны, уж такая-то должность городоначальника, что, находясь на ней, не нарушить ничего, ни один пункт регламентов и законов ты просто не можешь. А дальше это можно увидеть и сделать поводом, а можно до поры до времени глаза закрыть. Вряд ли что изменит и намечающиеся трансформации. В развитии муниципальной власти в крае в ближайшее время пойдет по линии объединения должностей глав городов и глав городских администраций. Такое решение уже принято в Бийске, возможно, в ближайшее время будет принято и в Барнауле. Это позволит избежать путаницы в определении вопроса, кто главный и кто за все отвечает в городе. А реплика сегодня звучит так. Вот думаю я обо всем вышеизложенном и только удивляюсь. Но вот кто, по каким мотивам и с какими целями соглашается возглавлять наши муниципалитеты при действующем законодательстве и активной правоохранительной системе. Но кандидатов хоть избавляя, в том числе на место Савинцева, скоро мы узнаем, кто из них возглавит Барнаул. Надолго ли? Не узнаем. Увидимся в понедельник. Савинцева Савинцева Савинцева